Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Михаил, и я нахожусь на самой высокой точке Юго-Восточной Азии, башни Кантон Тауэр, которая находится в городе Гуанчжоу, провинции Гуандун, страна... правильно, Китай. Ну давайте спустимся чуть-чуть ниже к ее подножию, и там уже вам расскажу немножечко про свою поездку в Гуанчжоу. Я прибыл сегодня утром на нескоростном поезде. Поезд был просто кошмарный, потому что я взял сидячее это место. Гуанчжоу встречает меня таким хорошим дождем. Температура где-то плюс 15 градусов. У меня занемели уже руки. Перед собой я вижу Кантонскую башню в Кантон Тауэр, и слева, по-моему, это международный финансовый центр. Зеленый такси, магазинчик, водичка Гантен, все как обычно. Иду смотреть первую достопримечательность. Это музей Кантона, или как он называется, не знаю точно. Так как город Гуанчжоу был началом Великого Шелкового Пути, их было несколько Великого Шелкового Пути, один из них был морской. То есть, когда по морю шли корабли в страны и Персидского залива, и в Европу, и в Индию, как раз в Гуанчжоу все они стартовали. Гуанчжоу всегда был открытым портом, открытым для кораблей всех стран и одной из главных гаваней Китая. Сейчас я нахожусь в том месте, где рождается Алиэкспресс, откуда отправляются все товары. Уже минут 20 хожу по рынку электроники, и здесь, если честно, есть все. Вот все, что хочешь. От флешки на, не знаю, там 128 мегабайт до какого-нибудь суперкомпьютера, в котором можно вычислить полет частиц в андроидном коллайдере. То есть, есть абсолютно все, и тут же все это отправляется. То есть, если вы заказываете посылку с Алиэкспресс, вот, скорее всего, с какой-то из таких улиц, и она к вам и идет, ну, если заказывать электронику. Я уже, по-моему, в сотый магазин захожу, и везде вот одно и то же. Вот провода, кабеля, все, что хочешь. Вот, пожалуйста, магазин для сетевого оборудования. Далее идет магазин с зарядниками, вот с пауэрбанком, всякими системами охлаждения. Нет, что только нет, здесь просто руки чешутся, что-нибудь докупить. Люблю это занятие на башню, там, на всякие подниматься. Сейчас поднимаюсь на самую высокую башню в Гуанчжоу. Я на вершине, Кантон Тауэр. Единственный минус. Ни черта не видно из окна. Потому что туман. Честно, не ощущается высота, потому что туманно. Я бы в ясную погоду вообще здесь страшно. Это туннель из LED-дисплея. Ощущаюсь себя в полном присутствии. Надеюсь, камера передаст цвета. На улице, если честно, крайне холодно. Вот такое ощущение, что центральная полоса России. Поздний август, дождь, сентябрь, школа скорая. Листья падают уже, картошку собирать пора. Я сейчас промочил себе правую ногу полностью. Я день второй моего путешествия в Гуанчжоу. Я уже заколебался, если честно, ходить по рынкам в Гуанчжоу. Их здесь немерено. И сейчас вот гуляю по одному из крупнейших рынков электроники, который называется Даши. Или русские его называют просто Дашка. Я прошел все четыре этажа этого одного из основных зданий рынка. Мне кажется, их здесь целый квартал. Этих зданий. Тут есть где поездить, где попить, в туалет сходить, поспать. Я не знаю, что хотите, можно здесь сделать. Но самое главное, это покупка электроники. Первый этаж полностью отведен под телефоны. Сейчас я ходил в подвал. Там ничего интересного не нашел. Сейчас иду по рынку, где продают телефоны. Первый этаж полностью телефоны. Второй этаж компьютеры. Компьютеры Apple. И фотоаппараты везде еще натыкано. То есть Nikon, Canon, любой модели. Они их здесь собирают, разбирают. И перепродают, продают. Второе, что забыл сказать. Рынок полностью поддержанной электроники. То есть 90% техники здесь это поддержанная техника. То есть ее уже юзали. И сейчас ее подремонтировали. Там делают, обновляют, переделывают и продают. То есть, допустим, здесь покупают крупные арабские поставщики. Чернокожих здесь тоже много. И в своих странах потом продают эту технику. Вот здесь можно договориться также о крупных поставках техники. Ну, также о мелких поставках. Вот сейчас пройду. Ребята сидят, тут договариваются. О телефонах, еще о чем-то. На самом деле здесь есть всего просто дохренища. Я смотрю на все это и думаю, насколько же много в мире товаров легкой промышленности. Ну, к слову сказать, провинция Гуандун, в которой сейчас нахожусь, является самой передовой в Китае по ВВП. ВВП провинции Гуандун превосходит ВВП Российской Федерации. То есть масштабы представляете себе. Вот, второй этаж. Это этаж, отведенный под компьютеры. Третий этаж. Честно, уже не помню. Там, по-моему, тоже компьютеры. На четвертом музыкальный инструмент. Если не ошибаюсь, могу ошибаться. Музыкальных инструментов тоже полно. Впервые увидел, как продают там трубы, тубы, скрипки и так далее. Все свалено просто в одну кучу. Везде также можно видеть флеш-карты. Вот, например, там, с моей спиной были флешки. Продаются чуть ли не в ведрах. Вот, а еще, да, целый отдел с кастрюлями видел. Огромный. Вот, ну и по ценам. Цены, как, в принципе, на Алиэкспрессе. То есть отсюда же отправляются товары с Алиэкспресса. Как я уже люблю говорить, здесь рождается Али. Вот это сам рынок. И рядом тут еще разные салоны. Здравствуйте. Что это? Вы попробовали? Тест. А, тест? Сразу тест проводят. А, что тест? Это для расположения массажа. Очень хорошо. Здравствуйте. Хорошо. Зон, массаж. Здесь, здесь и рядом. А, я не могу. Да, очень мощно. Да, очень мощно. Кто может в голове? Да. Душа у Тиен? 150 евро. Спасибо, спасибо. Очень хорошо. Аксессуар для массажа, 150 юаней стоит. Папа, твоя мама, твоя брата. О, спасибо! Ну, бай! Вот еще один рыночек опять за моей спиной. Честно говоря, набор электроник какой-то однотипный. То есть, нет чего-то такого прям... Вау! То, что мне бы интересно было. Вот так вот. Аппараты, телефоны, компьютеры, да и все, в принципе. Что меня больше всего порадовало Гуанчжоу, это цены на еду. То есть, вот этот таз просто с едой. С маленьким рыбешком внутри. Я взял за 33 юаня. В санья так, только булку понюхать дадут. Цены просто в два раза дешевле. На те же блюда, что в санья. Минусов в Гуанчжоу я не увидел пока. Метро дешевое, все дешевое. Думаю, даже такси дешевое. Вот дорога в аэропорт из центра города стоит 8 юаней. После обеда зашел еще в одно из своих излюбленных заведений в Китае. Это а-ля суши роллы, но не обычные. Они ездят на эскалаторе. Ты подходишь и сразу начинаешь есть. То есть, берешь тарелку и ешь. И ценник различается по тарелке. То есть, если вот розовая тарелка, например. Это блюдо стоит одну цену. Если тарелка черная, оно стоит другую цену. Вот просто обалденное блюдо. Такой ролл. Тут орешки. Здесь рис. Все это в тесте. Не знаю, с чего сделано. Как будто с медом орехи. Рис. И все это сразу наелся даже одной этой штуковиной. Вот мы сейчас съем рыбу. И, кстати, чай. Бесплатно. Как всегда в этих кафешках набираешь. На большую сумму. Можно спокойно засыпать. На самой сани. Всем пока. Спасибо за просмотр этого видео. Было круто. Но я очень устал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok